Давайте переходим к нашей немецкой оппозиции и к ее связям с Москвой. То есть, это альтернатива для Германии. У нее и так очень тесные связи. Там уши торчат. Гауланд, совместитель председателя, он регулярно ходит в русское посольство. Он был в России по приглашению Малафеева, он встречался с Дудином. А теперь ни с чего. Вдруг председатель партии 7 месяцев до выборов Германии. Она в Кремле, она старалась это сатаить. И как вы думаете, почему она, например, с Череновским встречалась? Почему она встречалась с Володином? Вы думаете, это они просто так приветствовались и руку пожат, и хорошие труся? Мне так не кажется. Я думаю, что она поехала за деньгами. Так же, как Мария Липен в свое время получала от Кремля деньги, так и они получают от Кремля, хотят получить от Кремля деньги. Я не знаю, получали ли они до этого. Во всяком случае, такие подозрения были. Но то, что она поехала в рамках подготовки к избирательной кампании в Бундестаг, получать какие-то возможности финансовые, я думаю, что в этом нет никаких сомнений. Но это потрясающе, как все этот баварский премьер-министр Сейхофер, он через неделю-две поедет, Петри поедет. Это все они как будто на интервью, чтобы на работу устраиваться. Это потрясающая вещь. В Германии такого не было раньше, и в Штаты не ездили, как представится. То есть, как будто там какой-то конкурс красоты, этот поиск суперзвезды, и в Кремле сидит жюри. То есть, это необыкновенная вещь, которая происходит, а немцы как-то особо на это внимание не обращают. Видите, в чем дело? Дело в том, что все немецкие политики, за величайшим исключением, живут в парадигме двуполярного мира. Как бы они там и не говорили, что мир там многополярный, или однополярный, или вообще бесполярный, они все равно живут в образе мира, в котором существует два полюса. Москва и Вашингтон. И ни один из них никогда не признается, что одним из этих полюсов является Германия. Правда? Ни со что бы что нет. Да, вот. Поэтому они, как говорится, такой традиционный для американских политиков сегодня антиамериканизм. Он говорит о том, что нужно от полюса под названием Соединенные Штаты уходить. Но если вы уходите от Северного полюса, то куда бы вы ни шли, вы все равно приближаетесь к Южному. Правильно? Ну, в Китай пошли бы. Ну, понимаете, они вот не воспринимают Китай как альтернативу. И Китай, как говорится, активно показывает, что он не хочет быть этой альтернативой. Китай занимается своими делами в Африке, в Юл-Латинской Америке, на рынках и так далее. И он не хочет заявлять никакой активной политической позиции. Они делом залиты. Тем более оппонировать Соединенные Штаты. Они делом залиты. Да, вот. А вот Путин у нас такой весь из себя, так сказать, харизматичный, весь из себя. Представляющий из себя, так сказать, такую альтернативу. Путин харизматичный, да? А витамскому итериализму. И поэтому, если они не хотят ездить в Вашингтоне, они начинают ездить в Москву. Понимаете, они думают, что они укрепляют, как говорится, самостоятельность Германии. Становятся более независимыми от Вашингтона. Но на самом деле они просто становятся более зависимыми от Москвы. И альтернативы тут я вижу не в том, чтобы становиться опять зависимыми от Вашингтона. Становятся независимыми, становятся самостоятельными. А на это немецкие политики. Насколько я понимаю, не готовы. Причем Москва другая. Там это не те пацаны, которые в Вашингтоне сидят. Но вы говорили, чтобы они взяли себе пример с Навального и собирали деньги так. Но в Германии же это не так просто. Немцы не привыкли так просто. Это вы самоотверженные идеалисты пожертвуете. А те люди, которые жертвуют деньги Навальному, они же тоже не очень богатые. И я вам вас уверяю, там средний чек, наверное, 500 рублей. Это 10 ойра, даже 9. 8-9 ойра средний чек пожертвований в компанию Навального. Бывают большие взносы. Но в среднем люди платят 500, 1000 рублей и так далее. Вот такого рода пожертвования и при правильной постановке вопроса совершенно спокойно можно организовать в Германии и поднять деньги намного больше, чем какие-то там 10-20 миллионов, которые там Липен получил от Путина. Почему они не делают тогда? Немецкие граждане, они намного богаче россиян. Чем богаче, чем скупее. С 20% немцев собрать денег можно больше, чем с 20% русских. Ну а почему они тогда не делают? Почему они не получаются? Они же не идиоты. А потому что они даже из мысли себе не допускают, что можно осуществлять какую-то самостоятельную программу. Им нужно, чтобы сидел какой-то начальник, где-то, знаете, либо в Москве, либо в Вашингтоне, но никак не у себя в голове. То есть это немецкий менталитет, вы считаете, что русские в этом плане свободны, как Навальный? Если мы видим американцев и считаем, что они навязывают нам свою модель, а мы хотим жить, так сказать, отдельно от Америки, то мы пойдем в Москву. Мы не пойдем к себе в голову, к себе домой, так сказать, и не будем устраивать самостоятельную политику. Отказ от американского диктата для нас, немецких политиков, означает, так сказать, диктат Москвы. Так какой американский диктат? Там Трамп сам отходит от нас. Я с вами согласен. Хочу напоминать, что мы все-таки... Вы меня спросили, что творится в голове у немецких политиков. Я вам рассказываю, что у них в голове творится. Да, прошу заметить, что мы все-таки пришли, наконец-то, к любимому нами Дональду Трампу, который вам и правда любимый, но и он не очень. Но я уже боялся или надеялся, что мы обойдемся сегодня без него. Но все-таки вернули. Происошла потрясающая вещь на этой неделе, которая меня глубоко потрясла, что Трамп говорил, что вот вчера ночью в Швеции видели, что творилось, и тогда ничего не творилось, и это в СМИ тут надули. Это была главная тема, как Трамп может. А через день спустя именно то происходило, о чем он говорит, что было до этого. Ну, я не верю в конспирологию, но все-таки такие случаи, это как будто кто-то сценарий там писал, может, на небесах. Как вы объясняете это? Я не знаю. Нет, это случайно, это абсолютно точно, но это показывает абсурдность всей этой ситуации, которая у нас, да, что Трамп иногда напоминает вещи, которые действительно проблемы, но он это напоминает в очень глупой манере, он это неловко, как сейчас тут ошибся. Все на это потом бросаются, что вот он это не так говорит, а проблема-то есть. В Швеции-то эти проблемы действительно есть. И почему-то тут такая поларизация. Ну, вы понимаете, в чем дело. Дело в том, что, так сказать, всем людям, которые интересуются политикой, нужно просто привыкнуть к трамповской манере подачи информации. Ой, боже мой. Тогда все встанет на свои места. Мне кажется, что... Фильдроват, как русский. ...нужнее обращать внимание на то, что по сути он говорит, а не форму, в которой он это делает. Понимаете? То есть не всерьез принимать, как он это говорит, а смотреть сквозь лепей, водчиков каких-то нанимать, или как без ним так, что подошло для немцев. Что касается эпизода за Швецией, ну, это действительно очень такой странный момент. Вот. И форма, в которой он там высказался по поводу предполагаемых, гипотетических каких-то там инцидентов в Швеции, ну, он такой был довольно экзотичный. Но то, что ответил, так сказать, Карл Бильд ему, это было, так сказать, в том же итоге, что курил Трамп, да? Ужас. Смотрите, а почему Бильду можно так отвечать? Если вы верите, что форма, в которой вы вступает Трамп, она слишком, так сказать, экстравагантна для таких высококультурных людей, как европейцы, то вот это вот выражение, что курил американский президент, это нормально так вообще? Вот так вот высказывать. Европейцам можно, ему нельзя, но мне кажется, еще есть такое... Потому что если вы себе позволяете такие выражения, то уж тогда и Трампу позволите также в таком же духе высказываться, нет? Не, ему нельзя, да, это запрещено абсолютно. Но что меня удивляет, что раньше все-таки у Путина у него был такой имидж, и он, по-моему, этим кокетничал даже, что он такой непредсказуемый, что он сегодня так, завтра так, никто не знает, что от него ожидать, все западные лидеры там боятся, что он сделает. А теперь как бы Трамп эту роль на себя перенял. Он то говорил, что вот Крым надо отдать, а то санкции будут дальше, потом говорит, ой, я хочу тружить с Путином. Буквально через 2-3 дня и у меня подозрение, что там в Москве сидят уже в Кремле и вообще не понимают, как с ним быть. И сейчас даже были утечки, что или считали статистикой, что гораздо реже упоминается слово Трампа. Мне кажется, что там в Москве они немножко в растерянности, потому что они не знают, с чем и с кем имеют дело. Вы согласны со мной? Ну, в общем, скажем так, курс по отношению к России трамповский, он до конца не ясен сейчас. Вот, вот, вот. Сейчас тогда в стадии формирования находится. Потому что вот у нас тут в Мюнхене была конференция по безопасности, приезжал вице-президент, рассказывал о том, что будем укреплять союз с Европой, будем укреплять НАТО, там, грозил пальцем России, говорил, что будем, так сказать, помогать Украине и так далее, и так далее. И буквально через несколько дней там выступление кого-то, по-моему, чуть ли не самого Трампа, о том, что типа я опять хочу сделку с Россией, я готов, так сказать, если она будет бороться с терроризмом, много ей простить и так далее, и так далее. Вот, вот, как пяная муха. Я думаю, что никакого на сегодняшний день, вот на 22 февраля, внятного понимания, что делать по отношению к России, в Вашингтоне нет. Вот. И когда этот курс определится, я думаю, он определится в ближайшие, там, я не знаю, несколько недель, может быть, месяцев. Вот тогда и можно будет что-то всерьез обсуждать. А пока мы просто, так сказать, смотрим на эти публичные метания команды трамповской, включая самого Трампа. И каких-то выводов делать рано, не нужно, потому что они к активным действиям по реализации какой-то программы не перешли. Именно потому что никакой программы пока нет. А там, может, и курса нету, может, у него там зигзаг в голове, и так и будет продолжаться. Сегодня так, завтра так. Понравился он, в глаза смотрел. Вы читали, что сейчас уже... Ну, отвечать и не надо. Что сейчас... Так и решил, что мы сейчас вообще не будем ничего комментировать. Вот когда они начнут как-то действовать, это будет первым признаком того, что программа появилась. А когда они начнут действовать, тогда будет понятно, в какую сторону ветер дует. Вот и все. То есть у нас есть шанс, что мы в следующей передаче не будем обсуждать Трампа, потому что если мы его только дальше будем... Слушайте, у него, кроме того, как себя вести по отношению к России, есть огромное количество различных программ, которые он хочет реализовать. Он хочет реализовать экономическую программу, которая основана на снижении налогов, на либерализации добычи нефти и других рынков, на протекционализме, протекцион... Протекционизме, да, вот. И на многих других вещах, понимаете. То, что вам нравится, за что вы его любите. Да, и поэтому там будет поводов для комментариев более чем достаточно, безотносительно того, что он будет делать с Путиным. Понимаете, в чем дело? Дело в том, что, например, он собирался, как вы помните, обкладывать автомобили, произведенные не в Соединенных Штатах, какой-то там заградительной пошлины. Но разве это неинтересно, особенно для нас в Германии? Очень интересно, да. Для русского автопрома не так важно, потому что они особую конкуренцию не составляют. Да, да, вы не собираетесь в американский рынок проникать, насколько я понимаю. Да, так что еще очень интересно часто... Для нашего немецкого автопрома это более чем актуально. Для немецкого, да. Но сейчас еще интересно писали о том, что у Путина уже там большое досье подготовили про психику Трампа, как с ним обращаться. И я помню, что то же самое было перед первой встречей Путина с Чорчем Бушем, младшим. И Путин тогда понял, что он очень религиозный. Потом Буш после этой первой встречи был восхищен и говорил, что я этому человеку, Путину, смотрел в глаза, и я там обнаружил его душу. Так что я очень заинтригован, какой подход найдет Путин для первой встречи с Трампом, которая состоит не позже июня, когда в Гамбурге будет восьмерка тогда, уже не земерка. Я жалею, но наши... Вы считаете, что его пригласят на эту восьмерку? Ну, вроде, сейчас уже так исходит из того, что будут пригласить. Я думаю... Я это слышал в качестве версии, но это еще не окончательное решение. Ну, не совсем факт, да, но дела пока похожи, что они на это будут двигаться. И очень интересно будет, это последняя восьмерка или замерка Ангели Меркель, или все-таки она еще продолжит править в Германии. Но это мы уже можем в следующей передаче, на следующей неделе обсуждать, потому что наше время, увы, опять подходит к концу. Я напоминаю вас, вы с нами в эфире в еженедельной информационной программе по-русски с немецким акцентом. С вами я, Борис Райдшустра, и с нами на связи был в солнечной Баварии Альфред Рейнгольдович Кох. Спасибо, что вы были с нами. Альфред, всего доброго. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин